Озеро Червоное, расположенное в Житковическом районе, крупнейшее в регионе. Это уникальный природный комплекс, сокровищница белорусского полесья, своеобразный музей под открытым небом. За десятилетия озеро стало любимым местом отдыха для многих поколений местных жителей. И когда до людей стала доходить информация о передаче Червоного национальному парку Припятский, образовалось социальное напряжение. Возникла мысль, что попасть на озеро сразу станет невозможно. А цены для рыбаков и охотников установят такие, что будут сильно бить по карману. Однако проблема надуманная. Так считает в частности Василий Савич. Житель агрогородка Белева, который работает егерем, не прогнозирует подобных изменений. Это надуманные, это заявление одиничных там таких людей. Никто там не собирается ничего не ограждать, никакого доступа, чтобы люди свободно как они сейчас и ловят рыбалку, так и будет такая же самая рыбалка. Ситуацию пояснили на встрече в агрогородке Лясковичи. Никто закрываться от людей не будет, уверяет генеральный директор нацпарка Степан Бомбиза. Что касается охоты возле озера Червоное, которое уже занимаются в Припятском, цена установлена минимальная. К примеру, разовая путевка для охоты на птиц стоит 5 рублей для местного населения. Никаких отказов в их приобретении не было. Почему эти вопросы никогда не возникали раньше? Всем хватало места, приобретались путевки, это хватало места, не устраивает в национальном парке, есть лесхоз, не устраивает лесхоз, есть, например, туровщина хозяйства, ну и так далее. Что касается ценовой политики, то, учитывая уровень, наверное, это мы все-таки идем на тот предельный минимум, который определен постановлением Совета Министров. Там определено, по-моему, 4 рубля, мы поставили 5 рублей. А это для местных жителей, проживающих в близлежащих населенных пунктах вокруг озера Червоно. И мы, я еще раз повторю, мы все, что передано главой государства, мы его выделили в отдельную охотдачу, и именно эту охотдачу под местное население. Отдаем под местное население с предельно минимальной ценой. Разумеется, цены не могут быть постоянно на одном уровне и в будущем будут повышаться. Однако пугаться не стоит, сильный их рост не прогнозируется. Тем более, что зарабатывают в парке преимущественно на иностранных любителях охоты. В прошлом году выручка от реализации охотничьих туров составила более миллиона рублей. Созданная инфраструктура, соответствующая высоким стандартам, привлекает гостей из самых разных стран. В целом на туристических услугах заработали около 2 миллионов 350 тысяч рублей. Такой результат, как один из примеров эффективной работы на территории национального парка. А вот на озере Червоно порядок, по словам генерального директора, был обеспечен не всегда. Он утверждает, что когда к числу арендаторов присоединился нацпарк, ситуация начала исправляться. Если будет продолжаться так дальше, то озеро Червоное превратится в озеро Бутылочное. Это я говорю с полной серьезностью и ответственностью. Конечно, это все подтолкнуло, навели хоть порядок. Навели порядок там, собрали это все. Может, не все еще, но наведется порядок и создастся инфраструктура, и все станет в каких-то рамках цивилизованных. До этого времени национальный парк Припятский занимался только охотой на Червоном. Сейчас готовится распоряжение о полной передаче озера. Однако в очередной раз на встрече подчеркивается, будет обеспечен не только хозяйственный подход, но и внимание к местным жителям. Это единственный комплекс водноболотный. И это уникальный очень комплекс с учетом там глубин, с учетом дна, с учетом прилегающей территории болотной, как для водоплаивающей птицы, так и для их севофауны. Это уникальный комплекс, и он должен быть в одних руках, он должен быть в одного хозяина. И тем более он должен быть у профессионалов, те, которые этим делом занимаются давно и понимают, что с этим делать. Никто не ущемлял и не будет ущемлять людей, особенно тех людей, которые проживают на этой территории. В нашем государстве это в принципе невозможно, потому что у нас это не заявление, декларации, а у нас на деле все для человека. И на самом деле, в том числе и пользование национальными богатствами, коим является сегодня природа, это реалии нашей жизни. Задача национального парка не только поддерживать порядок и создавать надлежащие условия для современного отдыха. Главное, чтобы уникальный природный комплекс «Озеро Червоное» был сохранен для наших потомков. Дмитрий Котов, Сергей Лукашук. Новости недели.